На телеканале «Север» итоговый выпуск новостей. Мы расскажем о главных событиях Неницкого округа. Информационную картину сегодняшнего дня вам раскроют наши корреспонденты и я, Ирина Цепетова. В Великовисточном сельсовете введен режим чрезвычайной ситуации. Вторая волна паводка принесла большую воду. Наиболее сложная обстановка в Виске и Лабожском, где затоплены десятки домов. Счет пострадавших приближается к нескольким сотням. В зоне ЧС работает МЧС. Схожая ситуация в других населенных пунктах региона. В Оксино за минувшие сутки также подтопило десятки строений. А в одном из районов Наринмара частично размыло дамбу. Под водой оказался целый двор. За ситуацией следит Олег Котанзейский. Наиболее напряженная обстановка сейчас в селе Великовисочное, деревне Лабожское. Жители населенных пунктов не узнают привычных мест. Под воду ушли целые улицы. Последние несколько дней вода там поднималась очень быстро. Превышена критическая отметка. Затопленными оказались почти 90 жилых домов. Режим чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании сегодня ввело МЧС. Министерство работает в повышенной готовности. Вся оперативная информация по поводке обстановки стекается в Центр управления кризисными ситуациями. В поселениях развернуты пункты временного размещения людей. В село Великовисочное направлена оперативная группа главного управления, которая в настоящее время там работает. Также в данном муниципальном образовании создана комиссия уже по подсчету ущерба, нанесенного весенним половодием 2015. Большая вода и в Оксино. Подтоплены дома и дороги. Уровень воды там тоже неблагоприятный. За последние сутки он вырос на 2 сантиметра. Спад ожидают только через несколько дней. У нас здесь сосед посадил картошку, да. Но он правда поехал в командировку, уехал. Он бедный еще не... Ну сейчас тоже знает, что уже картошка затоплена. Но как приедет он... А вот Мария Карипанова сажать картошку как все не стала. Она знала. Несмотря на благоприятные прогнозы, поводок ее двор все равно придет. Так и случилось. Поначалу большую воду сдерживала дамба, которую соорудили примерно 3 года назад. В этом году песчаную насыпь городские чиновники не укрепили. Хоть и обещали. Последствия ждать долго не пришлось. Под напором воды дамбу прорвало. До конца у нас дамбу не сделали. Когда вот сделают нормальную дамбу до конца и все, тогда мы будем уже спать спокойно. А сейчас мы каждый год спим неспокойно. Деньги выделены. Пускай они делают уже дамбу нормально. Потому что не только мы одни затоплены, у нас и соседи все затоплены тоже. Постоянно это каждый год. Дом Карипановых принял основной удар стихии. От наводнения больше всего пострадали так называемые черные полы. Их скрыло под водой. Ремонт теперь неизбежен. А это снова растраты, которые почему-то не компенсируются, жалуются Мария. Все, чем помогли городские власти, соорудили временную переправу. Да и она, кажется, скоро рухнет. В эту старенькую лодку семья Карипановых забирается раз в год, когда их сбор превращается в настоящее озеро. Сейчас его глубина примерно полтора метра. То есть почти человеческий рост. В семье Карипановых уже давно шутят. За почти 15 лет их любимым видом спорта стала гребля. И уже давно пора выставляться на летние Олимпийские игры. Греблей в пору заниматься и жителям Малого Качгарда от города оказались отрезаны несколько домов. Дороги перетопило. На особой опасности паводок здесь не несет. Строения стоят на возвышенности. Мэрия, по их словам, меры предпринимает. Но прокомментировать ситуацию, связанную с паводком, чиновники отказались, сославшись на свою занятость. Мы меры-то, допустим, какие-то, естественно, предпринимаем. Но вот вчера вечером в одном из мест вновь подмыло дамбу. Конечно, там будут жители недовольны, потому что там картошка у них где-то посадлена. Дом там не пострадает, они сами не пострадают. Но то, что картошка как бы у них... А вот про укрепление дам городские чиновники предпочитают молчать. Чтобы подготовить насыпи к паводку, у мэрии был целый год. Но работа так и не сделана, хотя деньги выделялись. В итоге в зону подтопления снова попали все те же районы Наринмара. У меня в прошлом году даже в доме вода была, а помощи никакой. Синоптики тем временем дают новые прогнозы. К нам вода, которая шла от реки Уса, уже подошла. И вот заканчивается формирование вот этих максимальных уровней. То в ближайшие дни, день-два, еще может быть прибыть на сантиметра на 4, не больше уровень. И начнется уже спад. Может быть не такой быстрый, как бы хотелось, может помедленнее. Вода уйдет уже скоро. Но скоро это не значит, что делать теперь ничего не надо. Мэрии необходимо проанализировать ошибки прошлых лет. Людям заранее обезопасить свое имущество. А ведь стихия, как говорится, не выбирает. Олег Котензейский, Роман Делимарский, Алексей Рочев, Телеканал Север. Роман Делимарский, 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 Роман Дел